Я зашёл на самый сложный официальный сервер. Тут было действительно много кланов. Я понимал, что здесь меня ждёт контент. И только я собирался уйти с этого бомжеспавна, я услышал выстрелы с калаша. Нифига себе, сказал я себе. Что-то тут неладное происходит. Сейчас же бы что-нибудь ёнкну с этого замеса. О! Мужик, здорово! Эй, мужик! Чу! Чу-чу-чу-чу! Экеекай! Класс твас! Сори! Тейкей, машуюс! Ты гай скласс твас! Уп experience! Ты у меня майкро? Нет? Я уже понадеялся, что нашёл себе нового друга! Но он со мной попрощался и умер! Хе! Тут намечается какой-то движ. Тут два калашиста убивают всех. Может быть у меня есть шанс кого-то залутать? Как минимум у меня есть шанс пособирать тыковки. Неприятно. Я снова появился неподалеку от этого острова где меня убили и понял что я хочу сделать. Здравствуйте, уважаемые рабовладельцы. Я хотел бы вступить в рабство. Хочу фармить для вас ресурсы. Как только я нашел интересную территорию меня уже было не остановить. Я понял что здесь меня ждет интересная история. Да он там строится. Мне срочно копье нужно. Много копий. А еще я увидел что он настраивает вышку. Там шкаф на улице стоит закрытая. Походу. И забежав на эту вышку я увидел то что шкафчика здесь нет. А это означало что я смогу ее застроить. Но тут была небольшая проблемка. под вышкой их бегало очень много. Как только все подутихло я свалил с этой вышки и побежал фармить дерево ведь мне нужен был шкаф. Тем временем эта вышка продолжала отстраиваться все выше и выше. What the fuck is this mate? Are you saying this? My man's building a fucking cop. I'm so deep. You suck man. Так отлично. Лол. Он мне еще и камни принес. Хорош. Пусть будет в камне пофиг. Я все равно смогу тут жить какое-то время. Привет. Я тут сижу. Хочу тебе напомнить что можно поставить лайк и написать комментик. Это поможет мне как автору понять понравился ли вам видик. А если тут наберется 50к я отожмусь 50 раз на камеру и выложу это в инсту. Честно. А впереди вас ждет мини-фильм о сервере Растамантик. Кто нас ждет? Кто нас ждет? Санта... Хохо-хо-хо-хо-хо-хо-хо! Х-хн! Опа! Походу у старика слабое сердце. Да ладно тебе! Он дарил подарки только раз в год. А лучший проект классических серверов Растамантик дарит очень дорогие скины каждый день. Спасибо, Растамантик! Ну а теперь вернемся к ролику. После того, как я застроил вышку, я побежал к их домику, хотел с ними просто поговорить, но они со мной говорить не желали. У меня не было ХП, я понимал, что я умру, но во мне проснулся зверь. Ого! Ого! А все честно добытые ресурсы я складывал на моей вышке. А еще мне нужно было разбить шкаф, который стоял на улице. 8 7 6 1 Пацаны, я надеюсь, вы расстроены, потому что эта вышка теперь... не понял. Аааа, так тут билда с печки еще бьет. А это беда. Но, недолго думая, я нашел выход из этой непростой ситуации и поставил дверку сверху. А тем временем, я стоял и наблюдал, как соседи что-то замышляют. И это было явно что-то плохое. Оп! Че, пацаны не открываются двери, да? Ха-ха-ха-ха! Он выжигает мою дверь. Он ее выжиг. Эмммм, здравствуйте, уважаемые дамы и господа. В эфире ремонт квартир. Вы можете быть немного в шоке, но, честно говоря, я сам в шоке от того, что у меня появился такой шикарный дом. И все благодаря каким-то фармерам. Спасибо вам большое. Приходите к нам еще. Что вы делаете? Не рейдите мой дом, у меня только копье, ребят, не делайте этого. Я боюсь спрыгивать. В моей голове был практически гениальный план. Спрыгнуть с вышки и убить типов снизу, ведь они рейдили там двери. И мне оставалось всего лишь совершить прыжок веры. Возможно, если бы я не сломал ноги, я бы их убил. Но получилось то, что получилось. Ай! Что вы делаете? Вы за что рейдите мой дом? Потому что это мой дом. Кто за какой-то вкус? Нет, это не ваш дом. Нет, только не рейд. Только не это. Ой. А где рейд? Нет рейда. Все, рейд закончился, да? Нет, я не знаю. У меня тут Габелла, очевидно. Они уже рейдили последнюю дверь. Я понимал, что шансов у меня нет. Поэтому я схватил огнемет и пошел всех жарить. Но ничего страшного. Я все равно сейчас туда вернусь. Я знаю, как я буду доводить этот клан. Спустя некоторое время я вернулся к этой же территории. Но, к сожалению, никто на улице больше не бегал. И мне было грустно. Я, конечно, пытался с ними поговорить. Но спускаться с крыши они не собирались. Ну, с этими клоунами понятно. Они, в принципе, не собираются никуда идти. Я понял, что ловить там нечего. И поэтому побежал отстраивать свой первый домик и искать фермеров. Вот убил я типа, а где мне его револьвер искать? Я нашел ревик и услышал, как неподалеку от меня фармят буро. А мне нужен был этот камень. Спасибки. Я как раз тут домик хотел построить. По-моему, за мной следят. За мной бежали какие-то бомжики. И я понимал, что, скорее всего, они пытаются вычислить, куда же я приду. Поэтому домик отстраивать мне пришлось максимально быстро. Че-то я, мне кажется, в каком-то гомне сейчас. Они продолжали сидеть у меня под домом. Я увидел, что какой-то паренек зазывает людей к себе в отель. И тогда я решил их забайтить туда. Я очень долго ждал и, наконец-то, дождался. Они свалили. И мне срочно нужно было где-то найти ткань на спальник. И я увидел этот шикарный магазин. Ооо, 100 металл-ор, 100 тканей. Так я могу сейчас ткани закупить неплохо. Найс. Ткани мне теперь до конца этого вайпа хватит. Hello, my friend. What are you doing? Are you... Farming stones? О, найс. После я снова вернулся к этой самой вышке и увидел, что они отстраивают еще одну печку. Они че вообще на ошибках не учатся? Я застроил их шкафчик, заспавнился дома. А оказывается, что мой домик уже кто-то зарейдил. Вау. Расстраиваться смысла не было. Так как у меня было очень много смоустейшей с различными ресурсами. Благодаря которым я мог скрафтить самое топовое оружие в игре. И как вы думаете, куда же я побежал? Правильно, в той же самой деревне. С Томпсоном. Как они постоянно в меня попадают? Я не понимаю вот этого. Минус еще один. У меня всего 18 патронов. Это не так уж и много, как хотелось бы. Я снова решил отстроить свой домик неподалеку от этой территории. И начал фармить дерево. Но за мной продолжали следить эти клан-геймеры. Ой, ой, кто это тут за мной бегает? Спасибо. Ой, вон я вижу тип строится. А, ну он строится у себя. И вот познакомьтесь. Это еще одна деревня русских ребят. Да, и все они были довольно агрессивные. И вы меня знаете. Конечно же я домик свой решил отстроить между ними. Я вам сейчас устрою просто сладкую жизнь. Мне срочно нужен спальник. Хорошо, что с тканью проблем у меня не было никогда. Возле меня стоял самый лучший магазин. Мои соседи продолжали бегать и искать мой домик. А я продолжал бегать и искать их. К ноге. Я быстренько схватил свой сетик и побежал вслед за калашистами. И наткнулся на их небольшой домик. Оказывается они жили вот в этой базе. Долгое время я стоял и наблюдал за их территорией. И ждал момента, когда кто-нибудь из них побежит в сторону моего домика. Я вижу калашиста, он выбежал на улицу. Либо он байтит меня, либо я не знаю. Он бегал в одиночку. Я понимал, что это мой хороший шанс отжать у него топ-сет. Лежать. О, Майлз. Отдыхай. Почему-то мне кажется, они меня сейчас рейдить придут. А если они придут рейдить, значит мне надо подготовиться. На случай рейда я немного прибрался в доме и сделал так, чтобы я смог застроиться. И ждал того момента, когда же все начнется. Они очень долгое время бегали вокруг моего домика. Но рейдить они меня не начали. Мне повезло. Скорее всего они были не уверены, что это мой дом. Я понимал, что если я не отстрою мой просторный и уютный бункер, меня скорее всего зарейдят. Поэтому пошел фармить дерево и наткнулся на моего соседа. И скажем так, отношения у нас с ним зародились не очень. И скажу честно, воевать с ним я не горел желанием, так как у нас был один общий враг. Они убивали и меня, и его. Эй, мой близкий. Мой близкий. Спидфайр, я хочу поговорить с тобой. Слушай, мы можем жить в мире и в союзе. Как тебе идея? Я смотрю, у тебя тоже противники наши общие. Ну давай. Можем тогда добавить в команду. Майлз, это твой друг Майлз, который вот тут бегал, стрелял как раз всех? Нет, нет, нет. Это из кланов человек. Я так понял. Он на берегу врач живет. Он там на 310 в той стороне. Вот, они все время сюда приходят и пытаются меня убить, зарейдить. Я у них калаш только что угнал. И там пару пушек топовых. Мы можем в мире жить, я буду вам помогать, а вы мне просто... Мне очень тяжело на самом деле. Я тут уже 4 часа пытаюсь дом построить. Вот давай, если что, буду вылазить. Я только зашел. В общем, с ним мы поладили. И я побежал отстраивать свой самый топовый бункер. Прям на горе. Между двумя деревнями. Найс! Найс! Мой старый верный бункерок построен. Осталось все сюда перенести. Кайф. Но я бы для начала его достроил. Да. Слушай, мы можем трейдануться. Я тебе тысячу металла непереплавленного, а ты мне хотя бы там металла 300. Или печку там какую-нибудь одну. Ну, давай. Ну, печь могу одну дать. Давай. После я отформил немного камня и достроил свой бункер. И оставалось всего лишь перенести ресурсы. Неужели я дострою этот дом? Не может такого быть. Найс! Так, в принципе, я знаю, как устроить хаос на этом сервере. После того, как я отстроил домик, мне срочно нужно было нафармить хотя бы на первый верстак. И проще всего это было сделать с помощью фармеров. Ну, хоть какая-то капля скраба у меня в доме оказалась. И когда я бегал, лутал порт, я понял, где все-таки сидел кемпер, который постоянно по мне стрелял. Его кто-то высадил на коптере на главное здание. А я и не знал, что тут такая база. Пока он сидел на крыше и заговаривал зубы, его друзья пытались меня обойти. Ну и про моих соседей я тоже не забывал. Я частенько к ним наведывался. Спасибо. Это то, что мне было нужно, честно. Конечно же, это не нравилось моим соседям. Но что поделать, такова жизнь. И наконец, я думаю, настало время познакомить вас с главными героями этого ролика. Всеми любимые китайцы. Проплывал я как-то возле маяка и увидел, что там сбили вертолет, который упал в воду. А на мне был баллон. И я решил попытаться его залутать. И когда я выплыл из-под воды, я был просто в шоке. Вы посмотрите на эту территорию. Нифига себе. Вертолет, к сожалению, залутали. И возле него очень долго плавали два челика с гарпунами. Подплывать к ним было самоубийство. Но я все же решил рискнуть. И, к сожалению, убить его не получилось. Я заспаунился дома, оделся в топ-сет, скрафтил лестницы и был готов селиться на их острове. Что, погнали? А у них тут неплохо. Мне тут нравится. Все, я хочу тут жить. Я строю тут свой домик, кину спальник, а я буду жить вместе с ними. Мне нравится этот остров. И фармить не надо, чтобы его огородить. Бегая по этому острову, я встретил первых аборигенов. Двух бомжиков, которые фармили лесы. Это какие-то бомжи. Эй, факин нейкидс, what are you doing in my island? Эй, нейкидс, what are you doing in my island? Э, чуваки, вы что делаете на моем острове? Эй, а ты русский, ахуеть. Здорово, брат. Ну, как видишь, мы тут поселились у тебя. У тебя соседи появились. И где вы живете? Где вы живете на моем острове? Видишь этот дом возле маяка? Ты срочно сликнулся. Не, да я не буду вас выселять. Видишь дом возле маяка? Это мой дом. Но... Где вы живете? Потому что я не хочу вас рейдить. Типа мы тут выселяем всех на районе. Ну, у тебя тут единственная хата, я тебе скажу. Я весь остров побегал, тут единственная бушка есть. Ну, если вы хотите жить тут спокойно, под прикрытием, чтобы вас никто не убивал, вам нужно немного дани платить, ну, в плане 2000 камня в день. Вас устроит это? Конечно, ёпта. Смотри, смотри, а слушай это, а у тебя пушки есть какие-то там, застерку будем покупать? А то мы вообще кто-то зашли сюда. Да, 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 сейчас я вышку тут отстрою, и мы с вами обо всем договоримся. Я притворился хозяином этого острова и собирал с них дань. И они не отказывались ее платить. Так у меня появились ручные фармеры. Стоял я, значит, отстраивал свой огромный домик и увидел, как кто-то бежит в антираде. И почему-то я сразу понял, что он придет именно ко мне. Привет. Он видит меня, знаю это. Да, он меня видит. Мне кажется, он что-то... Это просто уникумы. Не знаю почему, но после того, как я их убил несколько раз, на землю они больше не спускались. На острове я спрятал выбитое оружие и отправился в лабораторию, ведь мне нужно было МВК, чтобы закончить мой бункер. И, наконец, как я только налутал огромное количество компонентов, я поплыл в сторону маяка, ведь там я собирался переработать все свои компонентики. И вот, наконец-то у меня появилось достаточное количество МВК, чтобы укрепить мой бункер. И теперь, чтобы зарейдить этот маленький домик, нужно было потратить как минимум 20 ракет. И сказать честно, это был не окуп. И только я собирался пофармить камушек, на меня напали. Сдаваться эти ребята так просто не собирались. После того, как они потеряли сеты, они сели у меня под дом. Походу, у меня рейдить скоро буду. I believe I can fly. И знаете, что самое страшное могло произойти в этот момент? Сервер начал лагать. И лагал он не у всех. У некоторых все было нормально, а у меня все просто летало, как не зная что. И лагал он не уйдет. Классный сервер, да? А меня рейдят. Не зря я бункер закрыл. Он один на крыше, я не знаю, что делать в такой ситуации. Он что, камнем долбит? Ну они дорейдят меня. А что они сделать хотят? Я не отчаивался, даже несмотря на то, что шансов у меня не было абсолютно никаких. Я продолжал с ними сражаться. Байтит меня. У них ракета есть. По-любому. Я не знаю, какую дверь открыть. Я снова оказался бомжом. У меня не было абсолютно ничего, кроме смолстэша, который я зарыл на китайской территории. Найс. Я знал, кто меня зарейдил и где они живут. И я дал себе слово, что я к ним еще обязательно вернусь. Берем двушку и идем наказывать фармеров. Ха-ха-ха! Что, думали, без оружия меня оставить? Ага. На следующий день китайцы оживились и начали бегать по этому острову и фармить ресурсы. Мне нужно было всего лишь кого-нибудь поймать. Блин, если я туда запрыгну, я не выберусь. У них еще и своя пещера на острове. Нифига себе. МВК-стенка. Мне кажется, у них столько лута должно быть. Я не знаю, что делать в данной ситуации. Конечно, можно попробовать их взломать, но не факт, что это получится. Готов. Уи! Ха! Ха-ха! Он так смешно улетел! Они сейчас толпой выбегут! Бежим! Надо сейвить! Ха-ха-ха! Все, что я с них выбивал, я моментально сейвил в Смолстэшике, так как терять все особо не хотелось. Ну а сами китайцы продолжали поиски и пытались меня найти. Опять умер. Чувак, ну ты, конечно, везунчик. Плюс еще одна МПшка. Он сейчас по-любому опять выйдет. А нет, походу не выйдет. Браток, ты что делаешь? Там обойти можно было. Пошли, короче, закупим ткани. Пойдем. Сейчас я туда за халочком-то схожу. Халоч хочу. Эта хата получается вот эта вот хата, вот это вот че? Вот это устроение. Ну, моя была, но походу нас зарейдили ночью. Он, короче, на крыше сидит, он не выходит, он не боится без вас. Да он засал уже, я его дважды убил, все, он засал. Остров уже наш, а не его. Короче, предлагаю закупить овер много ткани и начать заниматься грязными делами. План был таков, купить как можно больше тканей и попытаться угадать пароль. Да, после фикса это было сделать довольно сложно, но вообще реально. Ну, так мне казалось на тот момент. Я накидал огромное количество спальников и начал свои попытки, попытки разгадать их код. И спустя где-то одну тысячу девятьсот девяносто девять смертей, я уже начал терять надежду. Но ко мне присоединился Илюха Санрей, который был готов помочь это сделать. И тут я снова обрел веру. А ты черненький стоишь? Да. Димас? Ага. И спустя несколько часов мы поняли, что эта затея была не очень, так как ворота блочились практически постоянно. Я снова появился на том острове, где меня зарейдили. И оказывается, пострадал не только я. Мой старый сосед поведал мне грустную историю о том, как он лишился дома. Я так зашел, смотри, у меня бахнули. Давно бахнули тебя? Ну, я предполагаю, часа два назад, фиг его знает, я так зашел. Там у меня двушка есть. Надо что-нибудь, инструменты остались. А ты что, все выходишь? Здесь проходить буду. Да, да, да. Так у тебя хороший дом. Они застроили тебя? Да, это их двери уже. Блин, это беда. Я хотел бункер сделать, а криво дом построил. Но у меня тут вход остался. О, так тут у тебя еще что-то есть даже. Тут тоже застроили. Да, я выходить буду, если надо. Могу тебе тут гостевой поставить. А, или даже поменяй, попробуй поменять. Ладно, давай, удачи. Ну, если что, я тебя что-нибудь сюда навыбиваю, если зайдешь, то тут что-то будет уже. Да фигу знает, через сколько он гдить начнет, потому что шкаф их сейчас уже стоит. Они до шкафа дошли. Угу. Понимая то, что я, возможно, его больше на этом сервере не увижу, я все равно скинул ему записку с паролем. И я надеялся, что он еще когда-нибудь вернется. Ага, ну давай, все, удачи. Грустить мне было некогда. У меня было довольно много противников, с кем я должен был расправиться. И первой моей целью стал домик возле речки, где я украл вышку. Я нашел слабое место, и к ним я мог пристроиться практически в упор. Нифига, я прям впритык могу строиться. Неплохо. Йоник. О, так тут лут есть. Нифига. Ну-ка. Ха. Скажите, что у вас тут еще много ресов. Ха! Ха-ха! Понимаю. Если у вас это не залутали, но дом какой-то полус гнивший, что за бред? Получается, они просто ливанули сервером? У них все открыто. У них открыто все, мне бахнуть нечем. Для начала мне нужно было залезть к ним на вышку, а для этого нужны были лестницы, которые я купил в ближайшем магазине. И мне действительно показалось странным то, что выхода на крышу у них не было. А ведь в отстрелочной они сидели, вы же помните. Все же их, походу, зарейдили. Либо я чего-то не знаю. Чтобы их бахнуть, мне срочно нужна была взрывка. А у меня были три МРС-ракеты, которые я решил продать в их же магазине. За разрывные. Ждем. О! Уже кто-то купил. А вот и доставка. Этот дом был действительно странным. Он выглядел зарейдженным, но ресурсы в нем были. А еще я был не единственным таким умником. Ко мне на территорию запрыгивали бомжи и откисали от гантрапа. Ха! Да ну. У меня хоть патроны теперь есть. Да ну! Скажи, пожалуйста, что тут что-то есть. Тут одна дверь. После я снова купил разрывные с помощью дрона и дорейдил еще одну дверь. И там ничего ценного абсолютно не было. И тогда я пробурю еще одну стеночку, где мне показалось, может быть, лутовая. Я надеюсь, за этой стенкой сейчас будет что-то лежать. Потому что там должна быть машинка, насколько я понял. Машинка тут есть. Ой, так тут ресурсы какие-то есть. Я забрал все, до чего я смог дотянуться и покинул эту территорию, ведь понимал, что больше здесь мне ловить нечего. А еще немного позже их зарейдили. Чтобы продолжать воевать с деревней русских, мне нужно было как минимум обустроить свою территорию и выбить очень много оружия. А где я это все мог сделать? Правильно, на китайской территории. И вот отважные рыцари Дед Мороз и Санта Санрей собрались потихонечку захватывать их территорию. И для этого мы дождались ночь, взяли с собой побольше лестниц и начали захватывать их вышку. Они там магазик на руку стоят, видел? Да, да, да. Я ж поэтому много лестниц взял. Как говорится, спасибо, что живой. Так, а что у них тут есть? Натурели у них нет. Две торпеды. Там все открыто. Одна дверь и там все открыто. Стоп. Тут открыто. Тут ящики. Но они пустые почему-то. Может они решили, что им эта вышка не нужна? Тут тоже ящики. Пока я исследовал территорию, заспавнился тот самый китаец, который с нее постоянно постреливал. Как он? Как он? Как он? Нас спалили. Мне кажется, сейчас придут нас убивать сюда толпой. Шкаф пустой был. Они либо переехали, либо я чего-то не понимаю. И вы просто посмотрите, какой шикарный вид открывался с этой вышки. Кайф, не правда ли? И этим же временем я приметил у них рыбацкую бухту, которая стояла прямо на воде. Слы? Ну-ка, я хочу глянуть, что у них тут. Чисто одним глазком посмотреть. Офигеть, они хитрость сделали. Но я уверен, что тут что-то есть. Тут можно скрафтить мачете и разбить деревянную решетку. Тут можно копьями... О, потолок! Я не то сделал, я сейчас утонул! Я ломаю потолок у них. Я могу тебе топорик дать. У меня есть два железных. Топово. Ляпс. Ля, спит с оружием. Или что это? Это удочка. Это удочка. Локер есть. Разбиваем. Подожди. Харалик, вы. Ящики на замках. Ой, так тут дерево есть. Так мы даже в оккупе. О, то что надо. Хватай. На шкаф есть эти патроны? Четыре патроны. Ого. Ханя до фига. Блин, я думал тут пароль будет. Хватай. 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 Чё там? Хватай. А почему свет включился? Чш. К нам идут. Да, я же сказал, что он здесь. Тихо. Мы можем их принять тут. Я делаю елку. 7 секунд. Ещё ящик. Надо ломать. Чувак. Миллион скрапа просто. Это просто миллионы скрапа, Дима. Хватай. Всю рыбу. Всех акул. Петляем отсюда? Гоу. Петляем, петляем, петляем. Водолазный костюм. У меня ласт нет. Куда ласты делись? Поехали, поехали, поехали. В холодильнике ещё есть? Ты думаешь, рыба в холодильнике? Мы нырнём просто. Успеем, успеем, успеем. Пусто. Где? Пусто. Уходим. Я ныряю. Гоу. Тоже. И вниз просто под воду. Вниз под воду, чувак. Просто вниз. Чувак, это рыбное ограбление китайцев. Вот это контент. Поплыли сразу на фишинг. Он внизу. Гоу, 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 гоу. А, назад, да надо? Чувак, это просто миллиарды скрапа. Я не знаю, сколько мы сейчас будем это всё обменивать. И эта рыбка старт нам дала довольно неплохой. 2000 скрапа. Чувак, я говорю, ровно 2000 будет. Ровно 2 вышло, серьёзно? 2077. И только мы собирались уплывать, строить новый домик, как вдруг наткнулись на маленькую лодку с тремя челиками. Уплывай тогда, меня высади, уплывай. Они там живут. В этом доме? Да. Ну, потому что только один на улице. А, нет, второй тоже на улице. За домом они стоят. И один толкает лодку. Вроде бы. Или... Они собираются садиться в лодку все вместе. Одного убил. Что мне делать? Я не знаю. Или двоих убил. Ты двоих убил, один уехал, походу. О, один вот уехал у меня. Нет, жив-жив-жив-жив-жив. Жив стоит. Слева дома. Патронов нет. Он сейчас меня стреляет, вон. Потратил один патрон. Меня чекает. Меня чекает. Меня чекает. Тебя чекает. Тебя, тебя, тебя. Тот уплыл, походу, со скрапом. Я вижу его. За ним, за ним, за ним плыви. Патроны взял? Да, да, да. За ним, за ним. Срочно, срочно за ним. Левее. Все, есть. Найс. Фух. Эти ребята нам принесли еще один топовый став. Красную и синюю карту, которая нам точно была нужна. После чего мы высадились на берег возле фишинг-вилладжа и начали отстраивать нашу лодочную. Ты справа стенку не улучшил. Какую? Вот. У тебя есть патроны? На двушку. Нет, наверное. Ну, есть идея пойти переработать что-то, чего у нас нет. Либо сразу поплывем на лабу. Пока Илюха Санрей перерабатывал ресурсы, чтобы скрафтить кодовые замки, я поплыл с карточками в подводную лабораторию. Нам нужно было изучать взрывчатку, поэтому скрапа нам нужно было реально много. Туреля огненную нашел, Дима. Офигеть. Я соплю нашел. Топыч. Все, мы можем выжечь этот стенку. Минус бот. МВК дверь. Перетта. Да, лаборатория по-прежнему остается самым зажиточным местом. За один такой заход можно было вытащить очень много различных компонентов. Разрывной патрон нашел. Дима, я вижу зеленый ящик. Молись на турельку. В ней червяк опять. В зеленом ящике. Ха-ха-ха. На из турельки. Ха-ха. Как только у нас появилось достаточное количество ресурсов, чтобы застроить их в вышку, мы все схватили и поехали туда. Так, нам сюда. Мы можем... О, слышишь, Дима? 43 хп. Мы сейчас тут свою дверь поставим. А зачем вот сюда дверь? Представь, и все. И наши китайские друзья увидели, что мы здесь улазим, и начали вовсю разглядывать, что мы тут делаем. Чувак! Что происходит? Они рейдят наш дом. Мне страшно. В пустыне мы обрели новое знакомство, которое нам очень сильно помогло. Мы смогли у них купить третий верстак. Да и вообще, эти ребята оказались довольно дружелюбные. Так, что нам надо? Во-первых, нам нужна взрывка полюбаса. Сто процентов нам нужна сишка. А нам на нее не хватило. А еще в моей голове появилась отличная идея, как подорвать китайцев. Я предлагаю начать с МРС-ки и запустить на их ферму. На ферму? Или на дом? Нет, давай на дом. Это будет эпичнее. На дом лучше, потому что там ветряки просто все подлетают моментально, я тебе говорю. Все ветряки, которые там стоят, они, блядь, просто упадут. Получается, нам только на магазы надо кидать, правильно? Правильно. Все, я готов. Полетели, Дима. С какой они стороны должны лететь? Сейчас увидишь, не переживай. Нормально, нет, нормально. Смотри, на крышу вылез. Ха-ха, на крышу вылез. И знаете, китайцам это не особо понравилось. Они решили дать нам бой. Один минус. Голова, дал ему голову. Голова хит в нем. В нем голова хит в нем. Убил, убил, убил. 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 Еще один минус. Убил его. Бежит? Жив. Еще бежит. Еще убил. Убил. Нашел еще один. Два хита. Вы дали хоть один? Нет, ни разу не попал. Надо отходить, я без хп. Потом у нас даже появилась идея взорвать их ферму. Но для этого я очень долго стоял на крафте. Ну, они смогут видеть, но там пиксель. А я знаю, где у них шкаф, походу. Ой, хорош, смотри. Прям в центр улупи. В центр гараж. Отлично. Минус дверь, стой. Тут шкаф. Харли Квинский. Сейчас мы подарок устроим. Тут ящик. Ого! И тут ящики. Типы. Тут хороший ящик. Типы, типы, типы. Через ход идет. Шкаф минус. Бери там резы. Дверь ставь сюда. МВК свою. Убил, типа. Ты умер? Нет, не жив. Зачем они записки крафтят? Без паролей. Ты видел, сколько тканей наверху? Китайцы опять там собира... Оооо! Ооо! Сколько тут тыквы, чувак! Ферму мы им полностью застроили. И это китайцам не особо понравилось. Они пытались нас убить. Со всех сторон. Убил одного. Ха-ха-ха-ха. Я убил его. Пулик убил. Четыре хита. А после того, как все подутихло, я наварил очень вкусного китайского чая. И после, наконец-то мы отправились домой. Но на это история этой фермы не заканчивается. Они ее попытались вернуть. Я услышал взрывы. И как оказалось, они взрывали мою ферму. Я прилетел к ним на шаре. И тут началась легендарная дичь. Он по фулу застроил, да? Тиммейт проснулся. Болу дали. Я могу рискнуть? И убить его? Либо не рисковать? И будь в себе. Кого убить? Он в дверях стоит. Где он? Убил второго. Все, хорошо. А толк я закрыт. Шкаф, может, найдешь? Не, не-не-не. А, там гаражки, да, фул? Да. И бедные китайцы даже не знали, как меня отсюда выкурить. Они боялись сюда заходить и не могли отсюда выйти. Поэтому они даже пытались меня закидать гранатами. Он себя взорвал, чувак. Он тебя взорвал? Он тебя взорвал. Он тебя открыл? Да. Я с лестницами. И с гранатами. Ох! Боевая ракета! Слый. А у тебя есть доступ к нашей МВК-двери? Две боевые ракеты! И пока я с ними воевал, Илья Санрей немножечко привез ракет, и мы снова решили выселить эту ферму. И застроить ее уже по максимуму. Бедная китайца. Ябаха, осторожно. Подойди. Ты же выбил? Да. Ну а после, чтобы им жизнь медом не казалась, мы заруинили абсолютно все у них выходы. И, к сожалению, отбиваться больше они не планировали. Все это время я не забывал про тех ребят, которые меня зарейдили изначально несколько раз. Для них у нас еще оставался небольшой сюрприз. Нет, они не гниют. У них есть турели. Ух ты! Там МВК-двери. Ну это сто процентов какой-то бункер. Давай, убей меня. Хочу узнать, кто ты. Окей. Алло, Санта Клоус. Санта Кловин. Сантанубус. Илья! Очнись! Я пытался разбудить Илюху, но он так и не проснулся. Давай, давай. Зато у меня было время накрафтить ракетки. Наши новые соседи, пока мы отдыхали, защищали наш дом. И он мне поведал историю о том, как он развалил китайцев под нашей базой. Знаешь, какая имба, на самом деле, ты очень молодец, что сделал вот эту херню. Потому что, когда китайцы шли, я просто выпикивал, меня ж не видно тут, и убивал их. Я еще соплю, кстати, заутал. Нашу. Я ее потратил. Найс. На самом деле, огромное спасибо клану ГЦ за то, что они не дали нас зарейдить. Ребят, вы просто топчики. И вот, наконец, как только мы все докрафтили, мы были готовы наказывать их территорию. Вот эта деревня уже, да? Это оно? Да. Надо спальники. Спальники, где-то. А мне можно спальник скинуть? На ткань. Вот, мы будем сейчас этот дом рейдить, потому что они приходили меня рейдить. Тут уже есть проходик у них небольшой. Они хорошо очень застроились. И я нашел, вроде бы, слабое место. Но это не точно. Ты бахнешься. Там турель. Главное, вы мне сказали, как и длиться. А? Это полустен. Он нормальный все равно. В металлай, вправо, да? Бункер это или не бункер? Вот в чем вопрос. Подожди, сейчас чекнем. Не, не, отойди. Отойди, давай бахать. Смысла нет. Все, бахнем и чекнем. О. 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 О, 80 скрапа. Так, вот тут цветов. Мы шкаф вынесли? Да, это шкаф, это шкаф. Компонент, смотри. Надо дальше бахать. Бахаем дальше. Стой, ящики сверху. Что это? Тут нифига себе оружие. Слышь, бахаем дальше. Я последний. Может, слышишь? Может, вверх надо было стрелять? Стреляй вверх. Стой, не бахай. Тут сишка есть. З. Да, 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 да. Слушай, есть смысл дальше их бахать? Ну, я думаю, вот тут дипячка, там тоже ящики должны быть. Нет? Давай я сишку кину, туда. И одну ракету. Отойди, сишка. Это я вижу, я вижу. Она так не достает далеко. Нет, нет. Нет, все, это конец. А, нет, вот серый выпало. Найс. Слышишь? Угу. После чего мы отформили немного дерева, застроились, и тут начался лютейший хаос. Они пытались выселить нас всем селом. Сверху. Много. О-о-о-о-о-о-о. Их много. Ты ракеты скинул? Да. Один минус. Один лоу. Их трое тут. Пробежал, пробежал вправо. Минус. Ой, там пятеро. Убил всех, убил троих. Че? Кто ты такой, нафиг, челмейкер? Лол. Лутайк всех. Гоп какой-то. Боже, шо я сделал? Так они в строчку встали, эти бомжи. Они в строчку встали. Бомжи, 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 бомжи. Найс. Возьми там все. Я знаю, кто это такие. Вадима, Лутайк еще полцет. Мне некуда, некуда. Нам дерево нужно. Прикройте. А вот ящик какой-то. А, он половый уже. И эти типы не прекращали к нам приходить. Война за этот дом длилась целую бесконечность. На крыше у нас, да? Да. Я могу первая выскочить. Давай. Ты уверен, что у нас на крыше? На крыше. Меня убил. Топ-сете. Идет с воды, тип. Много хитов до луну. Нем, это на крыше, так понимаю? Нет. Фулсет почти убил. Я патроны не взял. Одного убил фулсета. Я патроны не взял, бегу домой. На крыше убил типа в топ-сете. Отпускать эти ребята со своей территории нас не собирались. Ну и мы сдаваться тоже не планировали, поэтому дрались до последнего. Они втроем пушат. Меня полсят убил, убил. Убил еще одного. 46 секунд. Убил еще одного. Убил еще двое. Минус один. Минус, топ-сет, минус. Хорош, мы всех убили. У меня. А, меня сбыл, то черт. Вот там гундун-дун-чико-дун-чико-дун. Наконец-то, как только мы отбились, мы забрали все основные ресурсы и полетели домой на шаре. Типы два раза пришли, покисли и сдулись. И вы думаете, мы просто спокойно улетели на шаре домой, да? Но это было далеко не так. Нас пытался сбить какой-то клан. Их было реально много. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нам направо. Мы петляем отсюда, иначе нас сейчас просто скосят. Сидите. Сидите. Не стреляйте. Ну их нахуй. Наша шар лопнется. Ой, разрывни, вот это плохо, вот это плохо, вот это плохо. Вот это очень плохо. Они тупо за нами идут. По-моему, мы высоту теряем. Все, они не должны видеть. Господи. Так они нас сбивают, Дима. 400 хп. 300 хп. Пора в воду прыгать, нет? Не видят, не видят, да. Прыгайте, 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 прыгайте. Спасибо, что ты досмотрел этот ролик до конца, и надеюсь, он тебе понравился. Буду благодарен, если ты поставишь лайк и напишешь комментарий. И если вот прям видос тебе очень сильно понравился, подпишись на канал. А еще, я был бы признателен, если бы ты заглянул в описание. Там есть ссылочки на мои соцсети. Такие, как инстаграм, группа ВК и многое другое. Следите за новостями и участвуйте в розыгрышах. Всех жду там. Илья, прости, я не мог это не вставить. Вот так мы подарили тысячу скраба каким-то бомжам. Но надеюсь, наши страдания стоили того, чтобы создать этот ролик. И он вам понравился. И к слову о китайцах. Спустя время они ливнули с этого сервера, и у них прогнила база. А также сгнил забор вокруг территории. И здесь появилась новая жизнь. Ну все, прощай остров. Я поплыл искать новые приключения. Но этот остров отпускать меня не собирался. Далеко уплыть я не смог. Далеко уплыть я не смог. Продолжение следует...